Глава города Андрей Филатов побывал в Сургутской технологической школе. Он осмотрел мобильный комплекс тренажеров и оборудования для сдачи норм ГТО. Именно к этому учреждению сейчас относится бывший корпус образовательной организации номер 38. Напомню, 7 лет назад там обрушилась кровля культурно-спортивного блока и межэтажные перекрытия. Никто, к счастью, не пострадал. Тот комплекс построили в 1993 году. В ходе расследования инцидента специальная комиссия пришла к выводу, что причиной ЧП стали ошибки в проектировании. О реконструкции или перестройке здания говорили неоднократно, и эти планы по-прежнему актуальны. Я уже знаю об этом событии. Мы, я думаю, найдем те решения, чтобы полностью скомпенсировать. И уже, если сделать дальнейшее реконструкцию, чтобы это уже было основательно и с максимальным качеством функционала. На территории технологической школы в 2013 году построили быстровозводимый крытый спортивный комплекс. Там проводят занятия по физической культуре, а во внеурочное время тренируются воспитанники секций. Глава Сургута поинтересовался, как распределяют в городе мощность образовательных учреждений между всеми желающими. У нас школа все-таки закрыта для неучеников школы в части, или мы смотрим на этот вопрос? Значит, у нас после того, как школу составили расписание, все свободные часы мы прежде всего отдаем муниципальным спортивным школам, учитывая, что у них недостаток помещений. И второе, это все наши социально ориентированные федерации, наши партнеры, которые реализуют программы для детей. Иначе из федерации, да? Именно, либо через федерации, либо некоммерческие организации, которые заходят к нам на комиссию, мы рассматриваем, и прежде всего именно те, кто занимается с детьми. Глава Сургута согласился с тем, что город нуждается в новых спортивных объектах. Вопросы только в расположении, качестве и наполнении таких залов. Весной властям муниципалитета удалось договориться с правительством региона об окружном финансировании строительства шести спорткомплексов. Они будут возводиться по консессионным соглашениям. Предварительная сумма, о которой тогда шла речь, один миллиард рублей. Объекты будут как универсальными для игровых и командных видов спорта, так и специализированными. Сургуте намерены построить ледовые корты и дворец единоборств. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой Андрей Филатов считает важной задачей. Во время экскурсии по технологической школе градоначальник показал школьникам, что находится в хорошей форме и может претендовать на золотой значок ГТО. Подтягивания из виса на высокой перекладине. Четыре повторения. И что, это золотой значок? Да, норма золотого значка. Я попробую ждать. Условия гласят, что для получения золотого значка комплекса «Готов к труду и обороне» Андрею Филатову было достаточно четырех подтягиваний. Однако, градоначальник выполнил 10 повторений и позднее признался, что о сдаче норматива всерьез еще не задумывался. Об этом не думал, но мне кажется, что хорошая физическая форма – это важно и нужно. А так, если уже занимался спортом с детства, то это остается с тобой навсегда. По крайней мере, в моем случае это именно так. Нельзя сказать, что я там фанатею этим, но, безусловно, пытаюсь находить время для занятия спортом. Продолжение следует...